Великое Лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 года в 9 часов 20 минут утра. Оно превратило в руины Лиссабон, столицу Португалии, и стало одним из самых разрушительных и смертоносных землетрясений в истории, униваясь жизни почти 90 тысяч человек за 6 минут. За подземными толчками последовали пожары и цунами, причинившие особенно много бед. Землетрясение обострило политические противоречия в Португалии и прекратило колониальные амбиции, имевшиеся у страны. Это первое изученное наукой землетрясений послужило толчком к зарождению современной сейсмологии. В настоящее время геологи оценивают магнитуду Лиссабонского землетрясения около 8,7 балла. Эпицентр находился в Атлантическом океане, примерно в 200 километрах от мыса Санвесентья. Трагедия произошла в католический праздник. День всех святых. Согласно сохранившимся описаниям, в земле остались огромные трещины, шириной по 5 метров, отделившие центр города от остальной суши. Оставшиеся в живых устремились к докам, подальше от центра города, и увидели, что вода отступила, обнажив дно моря с обломками кораблей. Через несколько минут после землетрясения огромное цунами накрыло гавани центра города, рвануло вверх по течению реки Тежу. За ним последовало еще две волны. Районы города, не затронутые цунами, были уничтожены пожарами, продолжавшимися пять дней. Не только Лиссабон, но и другие португальские города и провинции пострадали в этой катастрофе. Разрушения были колоссальны. Толчки ощущались по всей Европе, вплоть до Финляндии. На побережье Северной Африки острова Мартиника и Барбадос в Карибском море тоже обрушилась 20-метровая цунами. Волны в три метра высотой докатились даже до южных берегов Англии. На Средиземноморском побережье Марокко были разрушены знаменитые дворцы, библиотеки, лучшие образцы характерной португальской архитектуры XVI века. Что не погибло от землетрясения, стало добычей огня, зданий оперы, королевский дворец, церкви, соборы, больницы, 70 тысяч томов книг, сотни произведений искусства, включая картины Рубенса, Тициана и Карреджа. Были безвозвратно утеряны королевские архивы с описаниями путешествий Васка, Дагамы и других мореплавателей. Погибло 10 тысяч жителей. По масштабу разрушений Лиссабонское землетрясение даже сравнивают с Первой мировой войной. Руины Лиссабонского монастыря сохранены в память о том страшном дне. Землетрясение сильно повлияло на мыслителей эпохи просвещения, на философию и культуру, поставило перед теологами вопрос о жестокости Бога. Восстановлением города руководил маркиз Де Помбал. Он приказал разослать во все провинции страны опросники о землетрясении и его последствиях. Благодаря этим документам, до сих пор хранящимся в Национальном архиве Португалии, современные ученые реконструировали события.